Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни! И сегодня я расскажу вам про новый летний сезон, а также про новое обновление под номером 10. Но прежде чем начать, хочу попросить о помощи пользователей Xbox с этим комментарием. Ну а мы переходим к великому и глобальному обновлению под номером 10. Честно говоря, для такой круглой цифры я рассчитывал увидеть что-то похожее на остров Форчун Айленд. Но в целом обновление получилось весьма лайтовым, хотя и достаточно интересным. В первую очередь в игру была добавлена звездная карточка. В целом это аналог достижений, как и в других играх. Найти звездную карточку можно в меню Horizon Life слева. Здесь вы увидите 6 больших испытаний, которые складываются из выполнения определенных достижений. Все эти испытания сводятся к одному, например, выполнять трюки или исследовать мир. За выполнение же всех достижений в испытании вы получаете новый стиль тега игрока. Выбрать его можно в том же меню, если нажать на кнопку X. Тут я уже столкнулся с багом, при одном выполненном испытании у меня еще нет никакого тега. Ну а вы напишите в комментариях, если уже получили какой-либо тег. Следующее, что было добавлено в игру, это 4 новых автомобиля. Fiat Dino Coupé, AMC Rebel, Maserati Ghibli и новенький электронный гиперкар Remage C2. Последний выглядит достаточно круто. Если вы уже успели покататься, жду вашего мнения в комментариях. Следующее, что добавили в игру, это быстрое подключение к онлайн-гонкам из игр фестиваля. Теперь не обязательно телепортироваться к самой гонке, достаточно просто нажать на кнопку найти команду. Также разработчики продолжают бороться с некачественными игроками в онлайне. В игру было добавлено замедление пресловутого волрайда. В целом это все об обновлении под номером 10. Ну а мы переходим к новому летнему сезону, а также к новой серии сезонов. Для прохождения этой серии сезонов на 100% от вас потребуется пройти 4 еженедельных сезона, а также победить одного соперника и пройти квалификацию в ранговых гонках. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль KTM XBOW JT4, а на 80% автомобиль Honda Civic 2018 года. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Bentley Continental Forza Edition, а на 80% автомобиль Cadillac Limousine. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате летних игр вы получаете джемпер-глаза. За первое место против драйватаров уровня опытный в автокроссе в окрестностях города вы получаете автомобиль Volkswagen Juke GRC. За первое место против драйватаров уровня опытный в летнем чемпионате сообщества вы получаете автомобиль Maserati Jibli. И за первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном спринт-кроссе у водохранилища Derwent вы получаете автомобиль Honda NCX-R 2005 года. С чемпионатами всё, теперь я расскажу вам про новый недельный фарзофон. Первое испытание называется «Боевой топор». Для его выполнения вам понадобится автомобиль TVR Sagaris. И всё, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Дикие лошади». Для его выполнения вам необходимо разогнать свой автомобиль до скорости 298 км в час, что очень легко выполнить абсолютно на любой прямой. Следующее испытание называется «Нет времени ждать». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику сквозь игольное ушко 15 раз. Для выполнения этой техники вам необходимо проскочить между двух проезжающих автомобилей. Сделать это проще всего на шоссе в одиночной гонке. Последнее испытание называется «В яблочко». Для его выполнения вам понадобится шоссейный заезд «Глеаф». А для прохождения испытания вам необходимо выиграть в этом заезде. С испытаниями всё, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине «Хорайзен» можно купить эпические ретро-леггинсы с абстракцией. И легендарную сапфировую корону. А также эпический Ford Mustang RTR под номером 88 за 625 очков. Ну а главный приз за этот форзофон – это BMW Z4 Roadster за 625 очков. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий! Субтитры подогнал «Симон»!